ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЕРОД ПЫТАНИЯ, СОТНЯ ТЫСЯЧ КВЕТАК НАШ АКУЛЬНЫЙ ДОМ СЕННЯ – СУСВЕТНЫЙ ДЕНЬ АХОВЫ НАВАКОЛЬНОГА ОСЯРОДЗЯ А ЗАРАЗАБГЭТАМИ ИНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА СЕРОД ПЫТАНИЯ, УЯКИЕ СЕННЯ ЗНАХОДЯТСЯ НА КОНТРОЛЮ СТАРШЕНИЯ АБЛЛВЫКОНКАМА ГЕННАДИЯ САЛАУЯ РАБОТЫЙ ПА РЕКОНСТРУКЦИИИ МАЗЫРА НА АДНЫМ З ПЕРШИХ МЕСЦЕВ РАМОНТ БУДЫНКОВ И ДОРОГ АТКРЫТІ ОБЄКТОВ СОЦИЯЛЬНОЙ СФЕРЫ И ДОБРОУПАРАДКАВАННЯ ГРАДСКИХ ТЕРИТОРИЙ МАШТАБ РАБОТ ОЦІНИЛІ НАШИ КОРРЕСПАНДЕНТЫ З ВЫШИНИ ПТУШИННОГО ПАЛЁТУ РАБОТЫ ПА ДОБРОУПАРАБКАВАННИ МАЗЫРА БАЧНЫЕ АСАБЛЛЮВА ДОБРА ДЛЯ ГОРОДА ЯНЫ СОПРАВДЫ НЕ ОБХОДНЫЕ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИВАЕЦСЯ И ПАВИЛИЧУАЕЦЯ ЯК И КОЛЬКОСТЬ АУТОТРАНСПОРТНЫХ СРОДКОВ ЗНАЧНАЯ ЧАСТКА ГОРОДСКИХ ДОРОГ УЖУ ДАУНО НЕ ОТПОВЯДАЯ НОВЫМ РЕАЛИЯМ ХОТЬ СТОЛЬКИ ИМИ ОМАЗЫРЫ НЕ ОБМЕЖАВАЛИСЯ У ПЛАНЕ РАБОТ БЯГУЧИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ РАМОНТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЪКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАМЕНЫЙ ДАХОЛ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТОК Программой утверждено и уже реализуется Текущий ремонт фасадов МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОЛНОСТЮ ОТРАБОТАНА УЛИЦА СОВЕТСКАЯ УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ ТАКЖЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С УСТРОЙСТВАМ ВЕЛОДОРОЖЕК ТРОТУАРОВ В ПЛИТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ И АСФАЛЬТИРОВАНИЯ СПЛОШНОЕ АВТОДОРОГИ У ВОГУЛИ ТАКЕЕ МАШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПА ДОБРУ ПАРАДКОВАНИМ АЗЫРАНИ ПРАВОДИЛИСЯ УЖО НЕКАЛЬКИ ДЕСЯТИ ГОДДЕЛ СЁНЬЮ У ДЕРЖАВНЫМ ПРАФЕСИЙНЫМ ЛИЦЕЯ БУДОВНЮКОВ ЗАВЕРШАЮЦАЦЯ АПОШНИЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ У ПЛИТНЫЙ СТУПЕНИ ГЭТЫЕ БУДЫНКИ МОЖНА НАЗВАЦЬ УЯЗНЫМИ БРАМАМИ РАЙЦЕНТРА ХОЦЬ ДА ГЭТАГА ГОДА ГЭНОРЫЦАЯМИ НЕ ПРАХОДИЛАСЯ ЗНЕШНИЙ ВИД НА СТРОЮ НЕ ДОДАВАЛ НЮКОМУ БОЛЬ ЗАТОЕ НАВАЦ НАХОДЦЯЦА, КАЛЯ ИХ БЫЛО НЕБЕСПЕЧНО Начиналась УЖЕ СЕРЬЁЗНАЯ ПРАБЛЕМА ПА КРОВЛЕ БОЛЬЯ СЕРЬЁЗНАЯ ПРАБЛЕМА ПА ФАСАДУ Я НА РАБОТУ ПРИХОДІЛ, МЕНЯ НАДА ДАЖЕ, ОСОБЕННО КАДА ВЕТЕР Я НЕ ЗНАЛ КУДА СЕБЯ ДЕВАТЬ, ПОТАМУ ШТАРШНО БЫЛО ВІСЕЛЮ ПЛАСТЫ ШТУКАТУРКИ Я КАК СТРОЇЦЕЛЬ ПАНИМАЮ, ЧТО ЭТА ТАКОЕ, КАКУЯТА ОПАСНОСТЬ У ГЭТЫМ ГОДІ У СВОЙ БУДЫНОК ВЕРНІЦЕЙ ТРУБА МАЗЫРСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЕАТРА ГЭТА САПРАВДЫВ ЗНАКАВЫ ДЛЯ ГОРАДА АБЄКТ ЯГО АТКРЫЛІ ЯШЕ У ТЫСІЩА ТЫСЯЧАТЬ ДРУГІМ ГОДІ ПРАВДА С ЧАСЕМ ЙОН ПРИШОВ У АВАРЫЙНЫЙ СТАН С ПАЖАТКУ ЗАЦІНІЛІ ВЯЛІКУЮ ЗАЛУ, ФОТЫМ И МАЛЮЮ ПЫВНЫЙ ЧАС РАМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРАВОДІЛІСЯ У РАМКА ДЗЯЖАВНЫЙ ПРАГРАМЫ РАЗВІТЯ ПРИПІЦКАГА ПАЛЕССЯ АЛЕ СРОДКАУ НЕ ХАПІЛА У СНЕЖНІЙ МИНУЛАГА ГОДА БУДУНІКИ ВЕРНУЛІСЯ НА АБЄКТ ЗНОУ ЗАРАЗ ЯНЫ ПРАЦУЮЦ У ВЕЛІКАЙ ЗАЛІ АДНАВЛІНІ МАЛЛОЙ ПРАКТЫШНА ЗАВЕРШАНА СЮДЫ НАВАТ УЖО ЗАВЕЗЯНА ГУКА И СВЯТЛО ТЫХНІЧНЫЕ АПСТАЛЯВАННЯ КЕРАВНІСТВА АКЦЄНЕРНАГА ТОВАРЫСТВА ПАЛЕССЯ БУД АБІЦАЮ ВЫКАНАЦЬ ЗАПЛАНАВАННЫЕ НАВАТ РАНІЙ ВЫЗНАШНЫГА ТЕРМІНУ ХОЦЬ ПРАВОДІСЬ РЕКОНСТРУКЦЮ ТАКОГА СТАРОГА БУДЫНКА НЕ ПРОСТА САСТАЯНІЯ БЫЛА КАНЕШНО ПЛАЧЕВНА НО НА ДАННЫЙ МАМЕНТ ВЫ ВІДІЦІ САМІ ПРАШЛИ ПА АБЪЕКТУ ЧТО НА СЕГОДНЯШНІЙ ДЕНЬ СДЕЛАНА НЕ ПЛОХА Як шакается, в гэтым годзе столица Гомельского полеся стане шэй столицей обласного свята працавника у вёске «ДА ЖИНКІ-2020». ДА ГЭТАГА ЧАСУ БУДУЦЬ НЕ ТОЛЬКІ ЗАВЕРШНЫ УСІ АСНОВНЫЕ РАБОТЫ, АЛІ ВЫРАШНЫ ПЫТАНІЯ, ЯКІ ХВАЛЮЮТЬ МЯССОВЫЙ ЖАХАРУ. У ПРЫВАТНАСТЦІ РАЗМОВЫЙ ДІ АБЪТКРЫЦІ НОВАГА ДІТЯЧАГА САДА, ЯКІ РАНІЙ ПЛАНАВАЛАСЯ РАЗМЯСТІЦІ НА ТЕРРЫТОРИЇ РЕАБІЛІТАЦІЙННЫГА ЦЕНТРА ВЯСЁЛКА. ЦЕНТР ЗАСТАНІЦІ НА РАНІЙШИМ МЕСЦЦІ, А ДЛЯ САДА ЗНОЙДУЦЬ ІНШИ БУДЫНАК. ПРЫ НЕАБХОДНОСТІ ПАТРЫМКУ У ТЫМЛІКУ ФІНАНЦІВУЮ РАЙОННУ АКАЖА АБЛАСНЫВЫЙ КАНАУЧИЙ КАМІТЭТ. ОЛЕК СЕНТЦІРОВ, ОЛЬГА КАНАВАЛОВА, ЙОВГЕНН МАКЕНКА, ТЕЛЕРАДИО КАМПАНІЯ ГОММЕЛЬ ЗМАЗЫРА. ГОММЕЛЬ ГАТЫМ ЛЕТАМУ ПРЫГОЖАЦЬ ЧАТЫРЫСТА ТЫСЯЧ КВЕТАК. ТАК, НАПРЫКЛАД, ГОМЕЛЬЧАНЯ УЖО ОЦІНІЛИ КАШПО С ПРЫВАБНЫМИ ПЯТУНІЯМИ, ЯКЕ ЗЯВИЛИСЯ НА МЕТАЛИЧНЫХ ОГОРОДЖАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВУЛЦ. ХТО И ЯК СТВАРАЯ ПРЫХАЖОСТЬ ВАКОЛ НАС? ДАВЕДВАЛАСЯ НАШ КРЭСПОНДЕНТ ГАННА КАРАЛЬЧОК. ПАСЛЯ ХАЛОДНЫХ АЙДАЖЛИВАХ АМАЯ ГОМЕЛЬ ЗАИГРАУ ЯРКИМИ ФАРБАМИ. В УЛЦЦЫ И СКВЕРЫ ЗАПРАШАЮД ДА ПРАГУЛАК, КАБАДАЕ, ЧТО САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ФОНОМ ДЛЯ ФУТОЗДЫМКОВ СТАЛИ РОЗНОКОЛЯРОВЫЕ ПЯТУНИЯ, ЯКЕ РАЗМЕЩЕННЫ УЗДОУШ ВУЛЦ САВЕТСКАЙ, КИРОВА, ПРАСПЕКТА УЛЕНИНА И ПЕРАМОГИ. УСЯХОЙ СЮЛИ ТАУ ГОМЕЛЕ ВЫСАДЯТ СТО СЕМДЕСЯТ ТЫСЯЧ ГЭТЫХ РАСЛИН РОЗНОГОТУНКОВ. ПРА ТОЕ, КОЛЬКИ ЧАСУ И СЮЛА ЗАЙМАЕ СТВАРЕННЯ ТАКОЙ ЖИВОЙ ДЕКОРАЦИИ, МЫ ДАВЯДАЛИСЬ У СПЕЦАЛИСТВ ПРАДПРИЕМСТВА ЧЕРВОНЫХ ГВАЗДІК, ЯКЕЕ ШТО ГОД ПРИЕМНО ЗДЯВЛЯЮСЬ ГЭМЕЛЬЧАН НОВЫМИ ИДЕЯМИ ЛАНДШАФТНОГО ДЫЗАЙНУ. Где-то в августе-июле уже работаем над следующим годом для посадки. Дизайнеры согласовывают схемы с администрациями, что администрации хотят видеть, что-то добавляют в свое. Поэтому от этого многое зависит. Зависит закупка семян, какие цветы будут, каковы периоды их выращивания. Поэтому потом уже образуется вот такая красота. На каждую городскую простору ландшафтные дизайнеры пропонуют по некольки вариантов озеленения, за каких и робится выбор. Зараз первого отдают ярким квитнеющим рослинам и розным подвесным конструкциям. За натхнением часом звертаются до интернету, альбо наведывают международные выставы. Так, например, подчас опошней поездки в Москву специалисты червоного гвоздика сустрелись с пастовщиками на осенне и выбрали новые импортные гатунки для этого сезона. Окромя этих самых петуни мы убачим тагетисы, новый гатунок аксамиток, от ноль кого устойливы и до солнечных промянев и до вильготности. Оригинальные композиции сделают так само с бальзамина, эхеверы, сальвей, целозией, бягонией и газаней. Каля двух месяцев рассаду выросшують у цеплицах предприемства, али и после высадки на улице доглядание за рослинами протягивается. Уход заключается в поливке, прополке, уборке отцвивших соцветий, для того, чтобы она дальше больше кустилась и лучше цвела. Было массовое цветение. В подкормке, соответственно, мы изначально сюда заложили грунт удобрения, которое будет действовать на протяжении шести месяцев. То есть это хватит на весь ее вегетационный период. Ну и будет, соответственно, проводиться поверху стимуляторами родства обработка, вне корневая, так называемая, по листу. Это кашпо зампельной пятунии замоцовали на металличных конструкциях, которые выкористовывают для вертикального озеленения там, где немогчима посадка древ. Дорогая старшиня Гарвыконкам и Петр Кирыченко даручил всем службам отрадить у Гомеля зеленую господарку на узровне советских часов. Квятничая в улице и парке не только радуют горожан, а и приемно издевляют гостей. А допомогая в этом споборницкий дух. В городе проводятся и соревнования, конкурсы между районами на лучшее благоустройство и цветочное оформление. Я скажу, что лидером так постоянно является центральный район нашего города. Может быть, это и объяснимо, потому что центральная часть любого города, она должна быть более привлекательной. И Гомель здесь не исключение. Но тем не менее, вот по итогам месячника благоустройства, который прошел в текущем году, я скажу, что на лидирующей позиции вырывается Новобелевский район, и это радует. Квятковая разностайность у оформления Гомеля натхняет и простых горожан. Уъемкнение до пригожигания малоэнтузиастов разбивают квятники на балконах, каля подъезда, у дворах и на территории предприемства. Таким чином, допроупорадкуваючи новокольную простору, каля выпакуль не готовы заняться ландшафтным дизайном самостойно, отримливается осолода от того, что створена иншими, и с повагой ставьтеся до чужой працы. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. По инициативе областного объединения профсоюза сегодня в Гомеле прошел круглый стол по питаниях охоты працы. На жаль, в этом году в регионе отзначается рост, сколько стены несчастных выпадков на вытворчасти с осьмяродным заходом, шесть супраць четырехлеташних. Проведенный анализ свидетельствует, основная причина несчастных выпадков порушения потерпелым прационной дисциплины. В связи с этим, удельники круглого стола лишатся необходимым увядение додатковых мер, перш за все экономичного характера, яке примусить наймальника в большую увагу надавать питаниям вытворчай безпеки. А про то, выказаны пропановы по укореннению новых форм работы профсоюзных инспекторов пахове працы. С уреком эпидемичной ситуации, значная увага подчас поседжения нададена питанием профилактики коронавирусной инфекции на предприемствах и организациях. У приватности размова идея об забеспечении працевников сродками индивидуальной аховы. У нас в профсоюзе из фонда солидарности уже за май месяц оказана помощь в части приобретения средств индивидуальной защиты в пределах более 300 тысяч рублей и оказание помощи более чем 200 тысяч рублей. Это те, кто, в общем-то, сегодня заболел коронавирусом. Кроме того, мы сегодня взяли за правило все-таки возобновить мониторинг и соблюдение законодательства в охране труда. В формате выезда рейдовых групп мы не выезжаем на предприятие, но в соответствии с нашими планами, используя чек-листы, мы проводим мониторинг и оказываем помощь в вопросах организации безопасного производства работы. Для одних родные дети – счастье, для інших – абуза. Спочатку дорослые перестают, выполняют свои батьковские обовязки, потом передают отказность за своих детей державе. Сегодня у Гомельскими облывыконками подчас посаджения областного координационного совета анализовали выполнение в регионе нормы 18-го декрета. На встрече, которая прошла в формате видеоконференции, было разгляджено представление прокуратуры в области об ликвидации порушения употребывания декрета. Самое главное вопрос – профилактика семейного недобробыту, работа с семьями, у которых дети находятся в социально небеспечном становище. Так само разглядалась проблема компенсации обовязанными особами грошей, выдаткованных державой на утримание детей. К обстройке вернуть, треба процелотковать таких безотказных батьков, не которых спочатку отшукать и доставить на працу. Поступило представление прокуратуры Гомельской области по итогам изучения работы на местах по выполнению декрета президента Республики Беларусь номер 18. Соответственно, были выявлены определенные нарушения, недочеты в работе государственных органов и иных организаций. Они касались, в частности, несвоевременного выявления семейного неблагополучия. Это очень часто нам указывает на то, что несвоевременно принимались меры то ли по постановке на учет в социально опасном положении или даже признание нуждающейся в государственной защите. На первой красавике у регионе у социально небеспечных становища находились свыше 1800 детей. 170 неполнолетних мают потребу у державной обороны. Завтра же хары нашего региона могут звернуться по телефону до представников мясовой ОЛАДы. Гомельскими облаканками на питание граждан откажет старшиня областного совета депутата Катерина Зинкевич. Телефон для совести 33-12-37. В этот час принимать звонки будет старшиня Гомельского облаканками Петр Кириченко. Номер 51-19-84. Прамые линии, які, звичайно, працуют с 9 до 12 годин. Сёння – сусветный день оховы новокольного сяродзе, те, как его еще называют, «день эколога». По великим рахунку, это свято всех людей, которые ценят и дорожат родной природой. Наши корреспонденты накировались в Жлобинский район, на территории которого находится заказник смычок. Ращение об створении заказника смычок прималося у 2000-м. Хоть территория, якая особливо оховывается, он признанный только проспять годов. Хоть это не значит, что трапить сюда немогчима. Рыбалка и навод палевание могчимы с дозволу администрации. А про чатаго тут активно занимаются экологичным туризмом. Спочатку распрацевали пешим маршрут, зараз вядусь апробацию водного. Каля 10 километров по дням при равнодушным не покинуть николи. Тем более, что это не только пригожа, а и познавальна. Особливый природооховный режим заказника у Воголе поспраял одновлению экологичной разностаенности. На территории заказника 456 видов растений, 21 вид животных. Можно увидеть лося, косулю, бобра. Даже рысь у нас водится. Бадай наибольшая ліка у гэтым заказнику популяция бакланов, каля трех тысяч птушек. Убачить их можно на одним з озера. Правда, такая колькасть птушек створяет для природооховной установы и шарах проблем. И рыбы знищается шмат, и древы после того, как на их размещаются бакланы, усыхают. Причым размова идея об дубах, узрост яких часто досягают 200 годов. Об гэтым туристам расскажут так само. На их приезд у заказнику вельми различывают, и навыц набыли для их специальный перасовный дом. А прачатаго на пачатку сезона провели у парадок туристичная тропы. Усё ж таки, гэта лес. Зламанные древы могут перешкаджать пешым прогулкам. Экологи спадзяются. Беларусы оценят спироваги беларуской природы. Особливо участка ли трапить на замежные курорты стало вельми проблематично. Здесь сделано всё, в том числе с участием и Гомельского областного комитета природных ресурсов, и областного бюджета вложено немалые средства для развития экологического туризма. Функционирует и экотуристическая база, есть мобильный домик для отдыха прямо на природе, прямо на территории заказника. И любой желающий за приемлемую цену может здесь отдохнуть. Это, считаю, особенно актуально в условиях пандемии, когда отдых за рубежом практически для беларусов сейчас невозможен. Олег Сюнцеров, Миколай Скинцьян, Андрей Иванов, телерадио-компания «Гомель», Жлобинский район. ГТА так сама иншая новинный. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.twergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинцьян. Здравствуйте. Крупное ДТП произошло по улице Советской в Гомеле. Столкнулись автомобили «Лада» и «Тойота». 20-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Комсомольской и экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с маршрутным такси возле остановки улицы Жарковского. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался в «Тойоту». Иномаркой управлял 54-летний водитель. «Ладе» кроме водителя был 18-летний пассажир, оба получили травмы. ГАИ напоминает, при перестроении автомобилист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления. Опасный и одновременно курьезный инцидент произошел около советского РУВД Гомеле. 51-летний гомельчанин нес к зданию пакет с чем-то тяжелым, чем привлек внимание сотрудника отдела. Ответ на вопрос, куда он направляется, ошеломил милиционера. Нашел снаряд, несу сдавать в милицию. Как выяснилось, мужчина обнаружил его в реке Сож за областной клинической больницей. Пакет отнесли подальше от жилых зданий и РУВД. Выставили оцепление и вызвали группу разминирования войсковой части 55-25. Специалисты установили, что гомельчанин принес немецкий артиллерийский снаряд. Опасная находка подлежит уничтожению. «Новая жизнь в обмен на крышечки» – так называется акция, организованная Жлобинским районным подразделением МЧС. Это возможность принять участие в благотворительности без каких-либо финансовых затрат. В каждом подразделении Жлобинского гарнизона установлен контейнер для сбора пластиковых крышек. Собранное вторсырье отдадут на переработку, а вырученные деньги – на оказание помощи детям с различными заболеваниями. Мозыльские пограничники задержали на участке поста «Боровое» двух граждан Украины. Мужчины пересекли границу без документов, зато с крайне необычным грузом. Пограничники изъяли у задержанных около 500 особей попугаев различных видов. Начат административный процесс. Мужчины помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Птиц доставили в ветеринарную службу, затем передали сотрудникам таможни. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Определена символическая сборная полуфинального этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу. В пятерке лучших два игрока гомельских команд. БЧ представляет Сергей Малышко. Его хит-трик во втором матче против ВРЗ обеспечил победу железнодорожникам и сравнял счет в серии. MVP полуфинала признан голкипер ВРЗ Юрий Дегтяренко. Его удачные действия на последнем рубеже стали залогом успеха вагоностроителей в гомельском полуфинальном дерби. ВРЗ начнет свой четвертый подряд финал чемпионата в ближайшее воскресенье 7 июня. Серия до трех побед против Витена стартует в Орше. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 14.00. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Оба матча завершились в ничью 2-2. В понедельник, 8 июня, стартует серия за бронзу. Столица и БЧ начнут двухматчевое противостояние в Минске в 18.00. Статистика в пользу железнодорожников. Команды встречались три раза. На счету БЧ две победы, в том числе одна в финале Кубка страны. Один матч завершился в ничью. Сегодня матчем между Смолевичем и Городеем стартовал 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырская Славия играет завтра. Соперник – Гродненский Неман. Поединок пройдет в Мозыре на стадионе «Юность» начало в 18.00. Полишуки в турнирной таблице на восьмом месте оппонент на десятом. Разделяет их всего один балл. В субботу состоятся матчи второго раунда квалификации Кубка Беларуси по футболу сезона 2020-2021. На этой стадии играют шесть клубов из нашего региона. В 13.00 в Гомере на стадионе с Дюшор номер восемь начнется матч между местным Бумпромом и Могилевским Днепром. Параллельно в Осиповичах начнут свой поединок местная одноименная команда и Речицкий Спутник. В Житковичах сыграет Мелиоратор и Лида начало в 14.00. В это же время стартовый свисток прозвучит в поединке Полоцк-Химик. Столичный БГУ и Гомель начнут оспаривать путевку в следующий раунд в 17.00. Перший регион и Локомотив в 18.00. Галкипер Валентина Войтулевич продолжит карьеру в БНТУ Белас. До этого гонболистка четыре сезона защищала цвета гонбольного клуба Гомель. В его составе трижды становилась чемпионкой Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.